Новости в эфире. В студии работает Виктория Антонишина, Алмаз Ашим. Добрый день. Задержан бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов. Об этом официально сообщили в Генпрокуратуре. 19 февраля в отношении его начато досудебное расследование по статье 452 Уголовного кодекса. Без действия власти. Накануне Бектанов был задержан и водворен в изоляторе временного содержания по подозрению в совершении данного преступления. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Безоружного солдата сбросили с моста во время январских событий. 18-летний военнослужащий чудом остался жив. Новыми подробностями январских событий поделились представители Генпрокуратуры и МВД. По словам замначальника первой службы Ельдоса Килмжанова, точно установлено, что изначально граждане шли на мирный митинг. Затем инициативу перехватили криминальные и деструктивные силы. Они и организовали погромы и беспорядки. В частности, в Атраусской области злоумышленники заблокировали железные дороги и автомобильные областные трассы, опасаясь, что их планом может помешать прибытие силовиков. Межведомственная следственная группа расследует 91 дело. Из них 46 по актам терроризма, 45 по массовым беспорядкам. 469 подозреваемых находятся под стражей. По данным МВД, в работе остаются 2729 уголовных дел. По ним арестованы 255 человек. В основном, обращения арестованных касались температурного режима помещений, сложности получения посылок, организации свиданий с родственниками и другие. На данный момент все эти вопросы решены. Уважаемые граждане, в социальных сетях распространяются ложные сведения об условиях содержания подозреваемых лиц. Поэтому просим граждан доверять официальным источникам и призываем не распространять недостоверные сведения. Более 100 единиц оружия добровольно сдали казахстанцы. Все образцы были похищены во время январских событий из оружейных магазинов и изданий силовых структур. Такие данные озвучили в МВД. Отметили, что с момента снятия режима ЧП по всей республике изъяли без малого 800 единиц оружия и почти столько же спецсредств и боеприпасов. Больше 400 человек задержаны за хранение и ношение оружия. В Алматинской области задержан подозреваемый в участии в беспорядках 2020 года в Жамбылской области. На протяжении двух последних лет он был в международном розыске. При задержании у него изъято охотничье ружье, из которого тогда в селе Масанчи были убиты 4 человека. Напомню, в 2020 году в нескольких селах Курдайского района из-за бытового конфликта вспыхнули массовые беспорядки. И погибли тогда 11 человек. По итогам следствия 50 человек осудили, 20 получили реальные сроки заключения. Строгий выговор за бездействие получили руководитель управления образования и Акима Ктогайского района Павлодарской области. Выяснилось, что в сельской школе села Ауэльбек больше месяца мерзли ученики. Существующую проблему чиновники не решали, пока отопительная система школы полностью не заморозилась. По их словам, недобросовестный поставщик должен был привезти уголь еще 16 февраля, но завезли твердое топливо в котельную только 20-го. Глава региона Абыл Каирскаков назвал ситуацию примером чиновничьей бюрократии и непредусмотрительности. За такое отношение объявляю Акиму района строгий выговор и руководитель управления образования строгий выговор. По остальным виновным лицам сами примите решение. По всей строгости закон. В Экибастузе завершили служебную проверку в отношении четырех детей, которых обнаружили волонтеры. Они нуждались в медицинской и социальной помощи. Несколько чиновников и ответственных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Освободили от занимаемой должности замначальника отдела местной полицейской службы. Строгий выговор получила зам Акима Экибастуза. Результаты расследования инцидента выявили плохое взаимодействие между госорганами, полицией и медорганизациями. Кроме этого, почти пять лет в Павлодарской области не проводили подворовые обходы. Эту практику возобновят. Мы предлагаем создать единую информационную систему с интеграцией всех имеющихся информационных систем у каждого государственного органа. Начиная от рождения ребенка, заканчивая достижением совершеннолетия. Этой системой сейчас мы не располагаем. Вплоть до миграции, когда мы видим детей, что они выезжают за пределы населенного пункта. Благодаря этой информационной системе мы бы видели всех детей, которые двигаются, где не охвачены ни образованием, ни воспитанием. Майнинг вместо текстиля, крупную криптоферму выявили антикоррупционщики в Алматинской области. Располагалось предприятие на территории бывшего суконного комбината. Во время обыска сотрудники антикоррупционного ведомства обнаружили более 2800 единиц спецоборудования для добычи криптовалюты. Общая стоимость оборудования превышает миллиард тенге. По предварительным оценкам, причиненный майнерами государству ущерб составил более 130 миллионов тенге. Кроме того, организаторы майнинговой фермы обвиняются в сдаче взяток сотрудникам уполномоченных органов, в том числе местным энергетикам. Напомню, проверки объектов цифрового майнинга сейчас проводятся по всему Казахстану. В Минэнерго заявили, что за пять дней мобильные группы выявили и остановили 13 майнинговых ферм с суммарной, потребляемой мощностью более 200 мегаватт. Находились они в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Туркестанской областях, и также в Нур-Султане, Алматы и Шимкенте. Пожар охватил многоквартирный комплекс в Германии. Спасатели эвакуировали больше 100 человек, находившихся в здании. Троих госпитализировали, они отравились дымом. Для борьбы с огнем направили больше 150 пожарных, они продолжают тушение огня. По предварительной версии, пламя начало распространяться ночью, его раздул сильный ветер, и за короткий промежуток времени пламя охватило все здание. Операция по тушению пожара все еще продолжается. В некоторых участках пламя вспыхивает снова и снова. Сложность в том, что мы можем бороться с огнем только снаружи, пока не можем войти и проверить квартиры. Корабль с элитными автомобилями пятые сутки горит в Атлантическом океане. Сигнал о бедствии моряки подали недалеко от Азорских островов. Экипаж сразу же эвакуировали, спасатели приступили к ликвидации очага. Но работу затрудняет воспламенение литий-ионных батарей, установленных на электрокарах. По словам пожарных, тушить огонь получается только снаружи, поскольку подниматься на борт слишком рискованно из-за высокой взрывоопасности. Причины возгорания пока не установлены. Грузовое судно перевозило из Германии в США 4000 авто марки Porsche, Audi и Bentley. Провинцию Кориентес на северо-востоке Аргентины охватили лесные пожары. Распространению огня способствует засуха и сильная жара. Свыше 600 тысяч гектаров земли сгорели дотла. С пламенем борются десятки пожарных, задействована спецтехника. Огонь угрожает заповеднику Эстерес-де-Либера, второму по площади водно-болотному угодью в мире. Пламя распространяется со скоростью 30 тысяч гектаров в сутки. Регион объявлен зоной экологического бедствия. След за ураганом Юнис, из-за которого без электричества остались полтора миллиона человек, к Великобритании приближается шторм Франклин. Из-за угрозы наводнений жители некоторых районов начали эвакуировать. Подробно об этом наш сюжет. Шторм Франклин, похоже, станет третьим ураганом, обрушившимся на Великобританию за месяц. По прогнозам синоптиков, с собой он принесет мощные дожди и ветры. Могут возникнуть перебои в линиях электропередачи. Метеобюро выпустило сотни предупреждений о наводнениях. После рекордного отключения электроэнергии на прошлой неделе, без света все еще остаются 77 тысяч домов. При очень сильном ветре провода задевают друг друга, в результате чего отключается электричество. Самый распространенный случай – падение деревьев на линии электропередачи. Основной удар стихии придется на ночь. Ливни уже затопили северо-западные регионы страны. Эвакуированы сотни жителей Манчестера. Из берегов вышла река Дон в графстве Йоркшир. На местах работают пожарные службы. Из-за угрозы шторма задерживаются некоторые авиарейсы, предупреждают власти. После шторма ЮНИС изменилось расписание поездов и самолетов. Люди вовремя не могут добраться до мест назначения. Поэтому перед отправлением куда-либо нужно заранее ознакомиться с информацией. Отмечу, три сильных шторма за неделю в королевстве зафиксировали впервые за 7 лет. Только из-за ЮНИС погибли три человека. Разрушены здания, отменены занятия в школах. По словам синоптиков, сейчас отмечен реактивный поток. Поэтому так много штормов направлены на Великобританию. Из-за ошибок в проекте водопровода вода в дома жителей поселка Самс в Жамбылском районе Алматинской области поступают с перебоями. Кроме того, она загрязнена до такой степени, что для питья и для приготовления пищи использовать ее невозможно. О серьезных проблемах с водой мы уже рассказывали, но за полгода ситуация с водоснабжением не поменялась. Подробности у Григория Беденко. Уже четвертый год подряд жители поселка Самсы наблюдают ставшую здесь привычной картину. Магистральные трубы водопровода почему-то постоянно прорывают. Вода разливается из колодцев в окружающую степь. Та часть, которая все же поступает в дома, настолько грязная, что ее можно использовать разве что для полива приусадебных участках. А для того, чтобы помыться в бане или постирать белье, люди берут воду из ближайшей горной реки. Выше по ее течению находится птицеферма. И вода не соответствует санитарным нормам. Многие жители Самсы после такой бани жалуются на приступы аллергии. С 2018 года у нас началась вот эта программа по водоснажению поселков. С этих лет мы вот сидим сейчас с проблемой уже четвертый год, ровно четыре года. То вода есть, то воды нет. Пять дней сидим без воды, один день сидим с водой. Вода мутная, коричневая. Если мы не промываем свои емкости, то мы пьем, можно сказать, тухлую грязную воду. Чтобы хоть как-то решить бытовые проблемы, жители Самсы ездят за водой в соседний поселок Айнабулак. Он находится в 15 километрах. Но это могут делать только те, у кого есть личные автомобили. Для остальных добыча воды превращается в квест на выживание. У меня машина, я вожу питьевую воду из Айнабулака. Здесь вот по дороге есть родник, источник. Оттуда привожу в флягах, в бутылях из-под Тосая. Но уже возраст не позволяет. Поясница болит и прочее, прочее. Ну, как, я не жалуюсь, но другие тоже такое испытывают. Ну, пора бы это понять уже тем, кто здесь устраивал такую проблему, такую беду. А устроила такую беду в поселке компания-подрядчик Тео Сункар. Три года назад она проводила здесь ремонт водопровода. Что примечательно, смертная стоимость работ составила ни много ни мало – 590 миллионов тенге. В 2019 году воду в поселок подать оказалось невозможным из-за пандемии. Затем стали рваться трубы. Все это время компания пыталась латать дыры и устранять недостатки. Местные власти винят подрядчика в том, что проект реконструкции водопровода изначально был с ошибками. К примеру, водонапорную башню построили в нижней части поселка. Поэтому и давление в трубах постоянно выше расчетных. В этом году мы дополнительно в верхней части поселка построим еще одну водонапорную башню. Она станет основной. Потом будем думать, как направить воду снизу, где первоначально была построена насосная станция. Ровно полгода назад наша съемочная группа впервые побывала в Самсы. Мы подробно рассказывали о проблеме. Но за прошедшее время ситуация никак к лучшему не изменилась. Местные власти по-прежнему обещают все исправить в кратчайшие сроки. Между тем терпение у жителей Самсы уже пришел конец. Григорий Беденко, Аршин Кимилжан, Абен Нарнбай, Фалматы, Хабар, 24. Массовую гибель рыбы зафиксировали в Хазлардинской области. По предварительным данным в канале Сахнбай Богенского сельского округа погибла молоть. Большую ее часть составляли промысловые виды рыб. Начались очистительные работы. Для выяснения причин массового мора на месте работает специальная комиссия. Необходимые пробы взяли и теперь ждут лабораторных результатов. Размеры погибшей молоди составляют от 4,5 до 10 сантиметров. Взятые экологами анализы показали низкое насыщение воды кислородом. 3,5 миллиграмма на дециметр кубический. При глубине водоема 2,5 метра. Другие результаты лабораторных исследований будут оглашены позже. Сейчас на месте проводятся мероприятия по очистке территории и предотвращению дальнейшей гибели рыб. ВТРА у 25-летнего парня признали виновным в убийстве многодетной матери. Он получил 10 лет лишения свободы. Следствие установило, что мужчина подстерег жертву возле работы и нанес ей 8 ударов ножом. Он объяснил это тем, что жительница Кульсары уговорила мужчину оформить на себя кредиты. Должна была сама их оплачивать, но обещание не выполнила. У погибшей остались семеро детей. Преступник добровольно сдался правоохранительным органам. Смертельное ДТП произошло на трассе Уральска-Трау. Вылетел в Кювет и опрокинулся легковой автомобиль. Один из пассажиров погиб. Еще двое были доставлены в Акжаикскую районную больницу. По словам водителя, причина аварии в Гололёде. В регионе с начала года произошло 23 ДТП. И в них погибли 21 человек. Свыше 40 участников дорожного движения получили ранения. Основные причины ДТП, как все знаете, это в основном погодные условия, дорожное покрытие, как вы все видели. Водитель транспортного средства, выйдев на проезжую часть, показал, что действительно дорога была гололед. Сейчас назначены экспертизы, юридическая оценка будет дана по окончании экспертизы. В столице задержаны 5 наркозбытчиков. При них полицейские обнаружили в общей сложности примерно 140 граммов героина. В отношении дилеров возбуждены уголовные дела. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Всего за последний месяц в разных регионах республики за незаконное хранение и распространение наркотиков задержаны почти 700 человек. Общий вес изъятых у них психотропных превысил 250 килограммов. К примеру, 31 января в городе Ак-Тюбе сотрудниками задержаны два гражданина, у которых обнаружено изъято почти 10 килограмм марихуаны. В городе Нур-Султан задержаны два гражданина 1994 и 1998 года рождения, у которых в арендумной квартире изъяты наркотические вещества. Синтетический наркотик скорость 939 грамм, мефедрон 1 килограмм 229 грамм и МДМА экстазии 671 грамм. Больше 16 тысяч обращений, связанных с агрессией и насилием в семьях, поступило в полицию за весь прошлый год. По сравнению с 2020-м ситуация существенно не изменилась. Тема бытового насилия по-прежнему остается актуальной. В городском ДВД отметили, что рост статистики произошел из-за карантина. И хотя ограничения постепенно снимают, цифры не снижаются. По итогам прошлого года около 8 тысяч защитных предписаний было вынесено. Профилактическая работа проводится нашими инспекторами полиции. 730 агрессоров у нас состоят на учете по городу Нарсултан. С ними особый контроль, потому что это возможные потенциальные правонарушители, и мы их держим на особом контроле. Отмечу, ключевая роль в этом направлении отводится специальным подразделениям МВД по защите женщин и детей от насилия. По поручению главы государства в прошлом году их штат расширили. Центр активного долголетия в Талдыкургане может остаться без здания. 120 пенсионеров обеспокоены тем, что могут лишиться привычных условий для активного отдыха и спорта. В ситуации разбиралась Гульнар Жантасова. Фитнес, йога, уроки казахского и английского, шахматы, скандинавская ходьба. Это только часть всех кружков по интересам для пенсионеров. Сюда они приходят, чтобы найти единомышленников, развеяться, а также улучшить свое здоровье. Я когда пришла, я еле-еле ходила. Вы не представляете, а вот видите, какая я. Я летать хочу. Мы теперь стоим на ногах, плаваем, купаемся. Еще у нас какие-то туристические мероприятия прописаны. В общем-то, мы прекрасно чувствуем себя и просим, чтобы нас оставили, нас не трогали. Центр активного долголетия работает при Талдыкурганском региональном фонде содействия занятости. Организация выиграла проект на 4 миллиона тенге, объявленный областным управлением координации занятостей и социальных программ в июле прошлого года. С октября проект стартовал. Спустя три месяца был объявлен следующий конкурс уже на год на сумму в 45 миллионов тенге. И посетители центра узнали, что, возможно, им придется лишиться привычного здания. Сказали, что три года у нас будут занятия. Но декабрь закончился, в январе должны были продолжить. Мы ждем, ждем. Вдруг они разыгрывают конкурс и говорят, что вот шесть предприятий и выигрывает вроде как Алмата. Мы очень расстроились, потому что нам здесь тепло, уютно. Здесь женщины от 60 до 85 лет. Все хотят ходить. И нас всего этого лишают. При подведении итогов конкурса и результатов конкурса выиграла общественное объединение Ассоциация молодых медиков города Алматы. Хотя в уставе данной ассоциации прописано, что они занимаются активной деятельностью обучения молодых медиков, а не предоставление социальных услуг одиноким престарелым пенсионерам. В связи с этим, согласно пункту 411 правил о государственных закупках, они не имели права даже участвовать в данном конкурсе. Но несмотря на эти утекающие последствия, конкурсная комиссия их ставит победителями конкурса. А нам занижают оценки. В областном управлении координации занятости и социальных программ утверждают, конкурс проводится согласно всем правилам. И его окончательные итоги еще не подведены. Давать правовую оценку и высказывать какое-либо мнение как руководителю сейчас организации, которая объявила государственный закупок, будет неправильно. Поэтому они правильно обратились, обратились оттуда, куда надо. В прямой компетенции государственного аудита проверка законности проведенного государственного закупа мы подчинимся предписанию государственного аудита. Если действительно с нашей стороны были допущены нарушения, они будут устранены и конкурс будет переобедан. Теперь пенсионерам ничего не остается, как ожидать результатов проведенного конкурса. Главное, как заверили в ведомстве, кто бы не стал победителем, Центр активного долголетия будет работать и предоставлять все необходимые услуги в рамках госзаказа. Гульнар Жантасова, Хуаныш Тургенбаев, Хабар 24, Алматинская область. В Китае завершилась зимняя Олимпиада, 24-я по счету. Теперь болельщики ждут паралимпийские игры в Пекине. Пройдут они в столице Китая с 4 по 13 марта. Нашу страну представят 5 спортсменов. Это Александр Герлиц, Сирбол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко. Они выступят в двух дисциплинах. Это паралыжные гонки и парабиатлон. Дни выступлений казахстанцев на главных стартах 4-летия вы видите на своих экранах. И пожелаем им удачи. Мы на этом закончим. Немного позже вернемся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин